Здравствуйте, рады мои! Кто там вообще не рад, тоже здравствуйте! В этом видео я хочу поговорить как люди, чем люди отличаются от тварей. Это первое видео называется «Вступление». Сначала, что такое тварь? Что нам впихивает? Тварь это первое. Некоторые думают, что дьявольское, а вроде всякое не здесь. Трое, думают, что ящероподобные существа. И третье роботы. Ну, и биороботы. А теперь давайте, рады мои, порассуждаем, кто такие люди. И если верить, все информации, которые нам вбили в голову, получается, мы ничем не отличаемся от тварей. Вообще ничем. Как вот люди чем, две категории делятся, верующие и атеисты. И атеисты. Третьего нам не говорят следующее происхождение человека, что нам впихивает. А только три информации. Первая теория Дарвина, вторая божественная и четвертая инопланетяне. Ой, третья инопланетяне. Там две тоже категории. Четвертая нам тоже не дают информацию. Дальше вообще абсурд начинается. Что такое человек? Раньше было как? Просто, когда я был молодой, было как? Человек это животное. Животное. А с чем животное? Что такое животное? Главное было отличие. Это млекопитающее. Как нам говорили? Дельфин рыба? Нет. Дельфин это животное. А акула рыба? Акула рыба. Сейчас же как говорят? Сейчас. Запишите в интернете поисковики определения животного и поймете, что животное это грипп. Дальше там посмотрите в этом же интернете липовым вирусы тоже животное. Это животное вирусы. И тут же написано в интернете, что еще ученые не знают, живые это существа вирусы или не живые. Поэтому то, что я вам сказал, это все тема одна. Тема нас обманули, что люди те же самые роботы, те же самые твари так нам внушили. блогеры некоторые внушают, что там типа объясняют, что такое совесть. Совесть хорошее чувство. Отличное такое слово. Но тоже фильм нам показывает, что всякие электроники. Последний фильм про какую-то девочку, робот. Парень влюбился в робота. И у нее эмоции за людей и все остальное. Понимаете, нас зомбируют. вот давайте допустим просхождение, давайте теория Дарвина. Все произошли о звероящерах. Рептилоиды. Рептилоиды. Второе божественное просхождение Адам-Ева. Биороботы. Биороботы. Инопланетяне. Инопланетяне. То же самое кого-то щелили. То ли сами там рептилоиды или биороботы. Все. Поймаете, как нас жарят. А кто жарит? Зомбированные родители. Зомбированные или биороботы, или твари. воспитатели, педагоги, телевизоры, интернеты. Нас полностью. А чем нас? Чем мы вообще отличаемся? Да единственная рада моей. Единственная душой. Душа. Душа есть только у живого существа. Естественного существа, а не искусственного. У искусственного существа души нет. Мы даже не понимаем, кто такие клонированные. Для нас то же самое, что я говорю как что-то. Вот представьте, сделали биоробота, создались ученые, и он может плакать, он может умереть, и он может размножаться, что это тоже человек, а получается человек, но души-то у него, души-то, души нет. А про душу нам что говорят? Верующие даже есть три как называют тело, душа и дух. Какой в жопу дух? Душа и дух это синонимы, это одно и то же. Русским духом пахнет. Загадочно русская душа. Вот так твари нас узнают. А что нам еще твари в пехе нам бабу-ягу говорят, что это вообще хорошая женщина наша, славянская. Рады мои всю эту сказку про Кощей Бессмертного и вообще эту сказку не показывают, уже не рассказывают, она табу, зато врут. А старые люди-то помнят, что у бабы-яги это одна команда. Кощей Бессмертный, баба-яга, и Змей Горыныч. Они все в куче. Так вот, рады мои, если надо в пехе про Кощей Бессмертного какую-то чушь, типа исторический персонаж или что-то такое, где там был Змей Горыныч? А если баба-яга славянская, почему там рядом был Кощей Бессмертный и Змей Горыныч? Не надо. Ну, вроде все сказал, запрещают. До свидания, рады мои подписчики что-то такое веселое расскажу. До свидания, родные.